Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 357. События дня. Евангелие от Яна 5.44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете? Ну вот если этот принцип-то поставить, и верующих-то сколько останется-то? На 300 человек один даже не остается, на 300 один чуть-чуть. Я уже выставлял из тьмы язычество. Как вы можете веровать? Славу от Бога искать надо. А здесь вот не такая обстановка в доме, да приберите. У нас все прибрано. А некоторые всю жизнь только счистятся, и ничего нету. На что не посмотришь тлен временное. Вот показывает сейчас Александр Македонского, какой вояка был, сколько завоевал. Бац! В 32 года умер. И отравили, теперь узнают, ученые там, макетируют. Никто ничего не знает. Главное, что ушел ни с чем. Ничего нету. Ну вот он любил такую, и она была беременна. Она плачет, что ее убили тут, и ребенка убили. В утробе убили. Потому что это человек, зверь в утробе, и тоже леет. Сейчас я покажу, как дверь же леет. Даже кровожаднейший лев и тоже леет беременна. Это у нас за третье. Третье это суббота была. 12-го, 2016-го. Может ли я правильно переменить кожу свою, барс, пятна свои? Вопрос, какой ставит Господь Бог? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Привыкли делать злое, ничего не получится. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Что скажут люди. Вот какая-то пишет. Мама, или как худше. Дорогой Игнатий Тихонович. Вот, видишь как. Дорогой я еще являюсь для кого-то. Спаси Христос. Как результат вашей проповеди, я вышла из пятидесятической церкви. А то я сейчас в церкви был. И в это время новое сообщение. На собрании сказали, что они сами меня извергают именно за то, что я хочу идти в православную церковь. Прошу вас помолиться за меня, потому что мне было сказано, что они будут молиться. Понятно, что Бог наказал меня. Назвали меня Иудой. А меня зовут Надежда. То есть они то ли забыли, как ее звать, Надежда. Я и тут же ответил. Бог еретиков не слушает. И никогда не называйте их церковью. Доброе, что было, помните. И благодарите Бога, что вывел вас из сравного места. И Псалом. Дальше. Привожу несколько мест из Святой Библии. Как это выглядит. Как это воспримется. От меня уже ничего тут не зависит. Они проклинают, а ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же твой да возрадуется. И раба твоя. 108 Псалом. Притча 26.2. Как воробей спорхнет, как ласточка улетит. Так незаслуженное проклятие не сбудется. Не бойся. Не грамот. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Они не церковные люди-то. 2 Царств 16. Может быть, Господь призрит на уничижение мое. Вы знаете, когда Давид отступал. И воздаст мне Господь благости за теперешнее его злословие. Он не злословит. А ты терпи. Терпи. Не трожь их. Число 23.8. Как прокляну я. Они могли бы сказать. Бог не проклинает его. А как вы-то можете проклинать. Как изреку зло. Господь не изрекает на него зла. Они же не понимают это. Юрий какой-то. В другом ролике ничего не понял. Об этом все понял. Очень интересный подход к Никитиному поведению. Режим строгий. Напомнило, когда я работал за границей. Там так, в реалии, начальство требует себя. И ты не можешь допустить ошибки. А тут. Это у нас просто воспитание. Ну, а тут старика нужно благодарить до конца жизни. Молодец. Какого старика? Уж не меня ли он назвал стариком-то? Ну, никак не соглашаюсь с этим. Ну, что сделаешь? Я пишу сегодня. Моему крестнику, еврею. Священнику. Готов ли отец на ум поучаствовать в беседе о православии? Он тут же отвечает. Отец. Хорошее предложение. Я согласен. Только я человек неречистый. И память у меня слаба. Я должен подготовиться. Ты поставь конкретно вопросы. Я подумаю, помолюсь и, конечно, побеседуем. Храни тебя, Господь. Я ему тут же ответил. Тебе не нужно готовиться ни одной минуты. Я буду тебе задавать простые вопросы, которые ты уже знаешь. И в этом я уверен. Тебе мало придется говорить, а только высказать свое мнение. Пусть и предположительно, пусть только гипотетически всего лишь. Итак, заходи сейчас же. Просится. Владислав Марущак пишет. Львица задрала олениху. И когда начала ее есть, заметила, что та была беременна. Львица постаралась спасти олененка. Львица, вытащив его из утробы матери. Но было уже слишком поздно. Львица отошла от жертвы. И легла неподалеку. Легла и не вставала. Фотограф, снимавший эту сцену, осмелился подойти близко. Лишь через несколько часов. Львица была мертвая. Ветеринар установил после вскрытия, что у львицы разорвало сердце. Вообще, я такого еще раньше никогда не слыхал. Вот давайте посмотрим, как это выглядит. Он фотографировал. Шесть фотографий. Ты сможешь показать их? Нет. Вот оно. Одна за другую. Их нельзя разделить, они вместе слеплены. Вот я сейчас, может быть, масштаб увеличу. Вот, посмотреть. Вот она ест ее. Вот, видимо, вытаскивает. Вот, а теперь она легла рядом. Легла и сдохла. Олениху-то она съела. Вот она. Главное, вытащила, а есть не стала олененка. Ну, что это? Но люди могут думать, что... Ну, я сейчас еще раз покажу. Масштаб больше не увеличить. Где это? В тайге. Это не в зоопарке похоже. Вон там видно за горизонтом, видимо, горы и прочее. Ну, ладно. Такое бывает. Вот такое дело. Дальше. Галина Вреська пишет. Мир вам, братья. Игнат Тихонович, у меня вопрос. Мы с сестрами занялись производством крестильных рубах белых до пят с длинными рукавами. На груди качественный цветной трафарет образа крещения Христа в Иордании. Нанесение образа в нашем случае это не грех. Шьем по точному виду моей иорданской рубахи, которую приобрела в Иерусалиме. Священник благословил, а после сказал, что вместо образа крещения Христова лучше фото освященного источника или фото храма и так далее. И у меня вкралось сомнение о правильности нашего с сестрами рукоделия. Задала такой вопрос священнику другу с фейсбук. Но пока тишина от него, зато в его ленте такие ответы посыпались, что сожалею, что и спросила об этом. Как низка духовная грамота христиан русских. Надеюсь на скорый ваш ответ. Завтра совещание с сестрами. Спаси Христос. Я тут же отмечаю. У нас на крещальных одеждах нет ничего. И вопросы подобные никогда возникнуть не могут. И сам образ Христа при крещении погружаемый вызовет дополнительный вопрос о повторном крещении уже самого Христа. Лучше чистое, белое, как было у первых христиан. О том пишет Павел Олепский. Это с большой буквы надо. А уже нашитые можно снять и просто на стене вывесить. Галина Влеско. Премного благодарна за быстрый и понятный ответ. Засчитаю сестрам. С наступающим праздником. Расставанием при чистой Богородице и при сна Деве Марии, единственной крошке дочери богоизбранных родителей Акима и Анны, введением во храм будущей Богоматери нашего Спасителя Иисуса Христа. О, как она мне ответила. Юрий Соборев, мир вам, Игорь Тихонович. За прошедшие два дня были, по милости Господа, две интересные беседы. Одна большая со студентами. Представьте компанию. Пять таджиков, мусульман, кришнаитка и атеист. Я рассказал им о Христе, о том, как и во что верят христиане. Они задавали вопросы, уточняли. Расстались очень по-доброму. Каждый благодарно прощался. И видно было, что это искренне. Так Бог делает. А вчера пришла на занятие бывшая яговистка. Или, как вы верно уточняете, лже-яговистка. Каким образом узнала о наших занятиях и приехала с другого конца города? Каким-то образом. Первое. Она была в этой секте 18 лет. Восписательный знак. После разговаривания, она сказала, что сама не понимает, как поняла, что это ересь. Так как сама и уточнила. С таким сектантским опытом из этой секты редко кто уходит. Летом она приняла крещение в православии. И стала искать, где изучает священное писание. И кто-то подсказал. Второе. Ее знание, писание, тексты и ориентация в нем отменные. Как же легко говорить с человеком, для которого слово Божий авторитет. Понимаете, похвальное слово. На все ее вопросы я лишь указывал на те или иные стихи Библии. И никаких более вопросов не возникало. Все я поняла. Все понятно. Принимаю. А главное страх Божий. Спросил про причастие. Она сослалась на протеерей Андрея Ткачева. Мол, слышала из его ролика, что не счастье четырех раз в год. Вообще. Таких, как она. Вот понятно, не счастье четырех раз в год. Это редко, когда попы так отвечают. А им каждый день, да еще не по разу, наверное. Новообращенных. Только во время постов. Так и поступая. Говорит, ибо больше боюсь. Вот ведь разумная душа. А как вспыхнула радость ее лицо, когда я отметил, что и мы, православные, обращаемся к Богу Иегова? Вот понимаете, как нет? Вот у меня только в книгах упоминает две тысячи, кажется, восемьсот раз имя Иегова. Вообразите, тысячу раз. Пишу это Игнатий Тихонович не для собственной похвальбы, но чтобы поделиться этой дивной радостью общения во Христе, да и моего, тут ничего и нет. Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Лука. Постоянно думая, а как бы Игнатий Тихонович на то или иное ответил? Понимаю, что много еще не знаю, многого, но опыт приобретается только так, через живое общение с разными людьми и их убеждениями. Благодарю Бога, молительно обнимаю вас, храни вас, ваш дом Господь. Я отмечаю, много же повторяю, что работать в евангельском духе почти невозможно со старобрядцами всех толковых течений. Они вообще агрессивны против Святой Библии. Кто читает Библию, те обязательно сходят с ума. Благоуханное веяние от подобных встреч доходит ко мне из разных концов. Юрий, говорю, считаю ваши слова и в окно вижу, что встречает Катю Тинникову, Хакаску. Она в прошлом году принимала у нас крещение. Это из прихожанок, вроде бы отца Геннадия. Просится в общину к нам. Юрий отвечает. Она выходила на меня в интернете, дала ссылку на новые беседы и лекции отца Геннадия. Поклон ей. Сейчас смотрю ваш ролик о Филиокове и Масленникове. А 26 ноября 2016 года супер материал поставил на закачку. Надежда Дмуха заходит. Диагноз. Контузия глазу Ефросини. Я не знаю, Ефросини-то сколько? Лет на рожа 13? Ну, это так. Наши девочки тут есть. Их четверо ребятишек дома. Осмотрели. Так что повредение роговицы. Расписали лечение, отпусили домой. Пупков Сережа отвез их в аптеку за лекарствами и домой. Надеемся, что глаз восстановится и роговица заживет без снижения зрения. Как я поняла, возможно, неверно. Она доила козу и та сильно лягнула ее в глаз. Возможно, легкое сотрясение мозга ее даже вырвало. Вот какая история. Жарковский Иван Владимирович пишет. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Я пока нахожусь в командировке 100 километров от Сургута. Работа у меня вахтовая. Интернет плохой. Если найду возможность интернета, который бы обеспечивал видеосвязь по скайпу, то напишу вам. В крайнем случае подожду и по возвращении ближе к концу января из Красноярска с вами договорюсь. Спасибо большое за предложение. Желаю, чтобы вы не болели и сохраняли боевое настроение и стальной характер. С уважением. А вот притча о суждениях. Эта история произошла во времена Лао Цзы в Китае. И Лао ее очень любил. В деревне жил старик очень бедный, но даже короли завидовали ему, так как у него был прекрасный белый конь. Короли предлагали ему невиданную цену за коня, но старик всегда говорил, этот конь не конь для меня, он личность. А как я могу продать личность, продать друга? Старик был беден, но не продавал коня. Однажды он обнаружил, что коня нет стоили. Собралась вся деревня, люди сказали, ты старый дурак. Мы знали, что однажды коня не окажется на месте, было бы лучше продать ее, вот несчастье-то. А он отвечает, не заходите слишком далеко, говоря так. Просто скажите, что коня нет на месте, отвечал ему старик. Таков факт, а остальное осуждение, что бы ни было, несчастье или благословение, я не знаю, потому что это только фрагмент. Кто знает, что последует. Люди смеялись над стариком, а они всегда знали, что он немного чокнутый. Но через 15 дней, однажды ночью, конь вернулся, он не был украден, он просто убежал на волю. И это было еще не все. Он привел с собой дюжину лошадей. 12 лошадей. Опять люди собрались и сказали, старик прав. Это не несчастье. Теперь ясно, что это было благословение. Ах, опять вы заходите далеко. Просто скажите, что конь вернулся. Кто знает, благословение это или нет, спокойно отвечал старик. Это только фрагмент. Вы прошли одно слово выражения, как вы можете судить целую книгу. В этот раз люди много не говорили, но внутри себя решили, что он не прав. 12 прекрасных лошадей. У старика был единственный сын, который стал объезжать этих лошадей. То есть, обуздывать их. Всего через неделю он упал с лошади, сломал обе ноги. Люди собрались, вновь и опять судили. Ты опять доказал свою правоту. Это не счастье. Твой единственный сын потерял ноги. А в твоем-то преклонном возрасте он твоя единственная опора. Теперь ты еще беднее, чем был. О, вы одержимы суждением. Не заходите так далеко. Скажите только, что сын сломал ноги. Никто не знает, ни счастье это или благословение. Жизнь приходит кусочками, а большего нам не дано. Так случилось, что через несколько недель страна вступила в войну, и все юноши пошли в армию. Остался только сын старика, потому что он был калека. Вся деревня кричала и плакала, потому что это было решающее сражение. И они знали, что большинство молодых людей не вернется. Они пришли к старику и сказали, ты был прав, старик. Теперь это очевидно, что это было благословение. Что ж, твой сын коллег, но зато с тобой наши сыновья ушли навсегда. Старик вновь сказал, вы продолжаете судить. Никто этого не знает. Только скажите, что ваши сыновья годны для армии, а мой сын нет. Только Бог, абсолют, знает несчастье это или благословение. Пока вы судите, вы не растете, не развиваетесь. Суждение означает застывшее состояние ума. И ум всегда требует суждений, потому что находится в процессе развития, всегда рискованно и неуютно. В действительности путешествие никогда не заканчивается. А одна часть заканчивается, зато другая начинается. А одна дверь закрывается, а другая открывается. Вы достигаете вершины, но появляется другая, более высокая. Жизнь есть бесконечное путешествие. И вот мы снимаем, что-то не так сделали. Да кто его знает, что из этого будет? Может как раз то, что надо. Мы немного показать наши ресурсы. Ресурсы у нас, самый главный ресурс. Дальше будет. А это вот мой мир. Я очень люблю его. Вот цифра 10, это 10 человек поставили плюсы. Я сейчас открою сейчас и посмотрите, на какие фотографии они положительные говорят. Я прислала тебе открытку тут. Наталья Васильева. Что она пишет? Ну, он еще не пишет. Во! Где? Святой Иоанн Златоуст. А я-то... Вот теперь еще она, Наталья, пишет. Другой Иоанн Златоуст. Третье. Плюс везде ставит. Занятие с детьми во время проскомидии на богослужение. Галина Леонова. Тоже что-то тут показала. А-то открытку прислала. Евгений Давидкин. Вот показывает. Трусость и корысть. Диалог 2. Сергей Игнатов. Видите, сколько. Ну и все. Теперь можно уходить. Вот это ко мне открытки присылает. Открытки присылает, я удаляю. Мне они не нужны. Тут прыгают. Вот видишь, сколько их здесь. Как я работаю. Я их удаляю. А если много присылают здесь, я его из друзей выбрасываю. Зачем он мне тут засоряет? У нас тут вся информация идет. Вот наш православный повар. Он очень хороший, легко регистрироваться и можете выступать. 1600 тем. Тем. Огромных тем. Ну и вот. Православный видеоканал «Восвете Библии». У нас все «Восвете Библии» называется. Открытым оком. Вот сейчас кто-то. Видите, вот один цифра. Я ее... Ну, кто? РБК. Ну, то попало. Тут цифры какие. Ну, с кем разговаривают-то? Даже не знатно. Вор пойман. Игнатий его разумляет получше полиции. Исправить ее может только Христос. Посмотрим, что тут говорит вот этот человек. Ну, видите, тут уже... В таких заколустях нет работы вообще. Вот и приходится любыми способами искать деньги. Он же не у нищего украл-то, а у какого-то зажиточного мужика. Видишь как? То есть я не понял, что на правду это или еще... Уж зажиточного чего воровать можно? Так зажиточного-то от чего? Вот. Здесь... Не вижу. Долг, Делор, Хэль, Песэн, Константин. Нет. А какого-то с цифрами-то зашел какой из них? Вот этот он и зашел, РБК. Деньги-то он и не у нищего украл, а у какого-то зажиточного мужика. Да подряд все тащит. Вдова живет, у ней берет. Так, хуже вора и убийца, только лгун. Ну вот так. Вот еще сказать-то. Говорит человек, что у богатого можно, значит, воровать. Ну вот я теперь показываю наши видеоролики и наш большой библейский православный сайт. И тут вопросы. Всегда про это говорю. Какие события были? Всяра приехал к нам. То есть в субботу батюшка. Вот. Была, вечером была, исповедь была. Мы пошли все вместе. И приехала еще Катя Тинникова. И она тоже пошла на исповедь, я сказал. Ее знает. Все у нее хорошо. Маленький ролик записали. Больше как будто в раз тут ничего и нет. Так? Никаких событий-то не было больше. Ну то, что с Фрося только и все. Фрося, вот я прочитал, что ну вот ночью позвонили, молились и молимся. И Фросини. Кому это близко, помолитесь, чтобы Господь спас. Хорошая девочка, прекрасная просто. И вот такое. Все на этом. Спасибо. Спасибо.